Блин, ну какая же это херня! Привет, мои хорошие, с вами Селена Свея, и сегодня ваши долгожданные и мои долгожданные покупочки с фикс-прайсом. Та-дам! Итак, как вы знаете, было вот мое предпоследнее видео, бегу в фикс-прайс. В фикс-прайсе очень много новиночек, поэтому я целый пакет купила, и еще куча всего, чего я не купила, но решила вам прямо показать с полок, цены показать, почитать, показать, что новое. Так как я хожу каждый день в фикс-прайс, практически, мне кажется, я знаю все новинки, которые там, что реально пришло новое, что уже давно на полках лежит, поэтому самое быстрое и самое прикольное, это пробежаться по всем прилавкам и показать то, что я вижу новенькое, и на мой взгляд, кажется прикольненькое. Но то, что мне не нужно не пригодиться, к сожалению, так бы я тоже это все взяла. В общем, поехали, что же я взяла? Первое, что я очень хочу скорее посмотреть, я это вам не показывала, там лежали они разных цветов, белое, оранжевое, по-моему, и зеленое. Я взяла беленькую. Это такая этажерка двухъярусная складная. Вот смотрите, как здесь нарисовано. Типа чипсы можно положить, орешки. Я на самом деле себе заказала офигенскую просто такую этажерку, которая закрывается, складывается, но она стоит не 200 рублей, как здесь, 199, а стоит там тысячу с лишним, по-моему. Я заказала себе, покажу вам с Алиэкспресс. Давно ее хотела, наконец-таки нашла и заказала. Но пока она будет ехать ко мне неизвестно сколько, я увидела такую штучку и подумала, что это тоже прикольно. На стол, так как я люблю, когда гости, хотя гости у меня не часто, но тоже. В общем, прикольно. Смотрите, она вот такая внутри, здесь какие-то железочки. Наверное, за них, если потянуть, опа, за них, если потянуть и выровнять вот так, о, получается вот такая штучка. Сюда можно набросать чипсы или что-то, да, наггетсы. Сюда можно соусы разные. Слушайте, ну это вообще даже классная штука, если приходят гости на какой-то праздник. Прикольная штучка вообще. Раз и сложил. И она не занимает много места. По-моему, классная штука. Единственное, что вот зеленый и оранжевый, они мне напоминают какой-то тазик. А вот беленькая, она более-менее уже настолько красива. Но вообще можно и покрасить как-то в любой цвет, да? Вообще классно. Ну, мне кажется, это вообще находка моя. Я как раз сюда уже что-нибудь сложу. Да, можно вообще сюда фрукты сложить. Вот они лежат у меня на такой тонкой миске, которая развалится скоро. Фрукты сюда можно сложить. А сюда вот конфетки-орешки, которые я люблю утречком. Раз-раз орешки поел. То он у меня на тарелке просто лежит. Сделаю, покажу потом. Короче, вот эта находка классная. Если увидите, обязательно берите. Ну, смотрите, какая прелесть, красота. Здесь у меня орешки вкусные. Тут у меня конфетки вкусные. Это, блин, забыла, как называется. Ну, короче, не буду сейчас вспоминать долго. Вкусная штучка. Сюда можно класть фрукты. У меня только персики сегодня. Все закончилось. Кстати, хороший повод пойти за фруктами. Ну, такая классная штука. Дальше. Вот эта штука для хранения. Это как раз-таки мы вот в последнем видео «Бегу фикс прайс». Я увидела там. Сначала такая просто вам показываю. Такая, ну вот, типа это, это. А на самом деле, думаю, бля, для обуви 99 рублей. Да мне самой такая нужна. Дело в том, что у меня все лежит в пакете. Моя летняя обувь. Вот видите, как здесь нарисована. Здесь прям нарисованы тапочки какое-то такое все. А моя летняя обувь, она просто сложенная. Все тоненькие всякие, через пальчик там. Она сложенная в пакете просто. Мне даже не кайф доставать. А тут все будет видно. Хотела с вами открыть и посмотреть. Были тоже разные цвета. Синие были, по-моему. Красные, бежевые. Я взяла вот такой темный цвет. Здоровая такая. О, огромная. Было бы, конечно, классно, если бы она не была такая тонкая. Блин, ну какая же это херня. Ё-моё. Ну она вообще, они даже не пришиты там. Да что же это такое. Блин, девчонки, походу я вас сейчас уберегу от реально траты. От 100 рублей. Шоколадку лучше купить. Ё-моё. Ну ё-моё, блин. Ну как в этом можно хранить? Ну что здесь можно хранить? Посмотрите. Куда ты обувь положишь? И они между собой тут все выпадут, короче. Вот. Вот. Они между собой выпадут. Она даже не закреплена никак. Ну вообще, это что за трэш? Ну это просто... Вот это можно вырвать вообще с корнями. Вот эту херню. Просто накидать туда своих тапок, тряпок. Вот так вот завязать, все побросать. И оно там будет вот так мешком валяться. Ну блин, ну хоть бы пришили вот эту штуку, а? Ну хоть бы вот эта штука-то была пришита. Ну. Хоть бы вот эта штука была пришита. Хотя бы отделение. Они вообще тонкие, тряпочки. Вот они. Ну что? Ну что? Ну это совершенно не будет так... Херня какая. 100 рублей потратила. Девочки, не берите эту херню. Взяла две вот такие. Это тоже, как вы видели, да? То есть я взяла фруктовую кислоту. FixPrice. И взяла жидкие патчи. Экспресс-увлажнение. Говорят, что Кристинка что-то пробовала. Я помню, я видела у нее жидкие патчи. Но, по-моему, она не из FixPrice пробовала. Может, я ошибаюсь. Смотрите, в какой штучке. Я думаю, что это мама моя затестит. У себя на канале. Ух ты, Лягус. Что это такое? Пахнет вкусно очень. Может, мы вместе даже затестим и дадим свой отзыв. В общем, у нее на канале. На канале ее ссылка будет под видео. Обязательно проходите. Мы с ней будем тестить очень много всего интересного. Фруктовые кислоты. Пилинг, скатка для всех типов кожи. Мы тоже с мамой можем вдвоем попробовать это. Именно результат рассказать. Вот так выглядит. Вот такой вот маленький. Сейчас этого не буду здесь тестить, конечно. Потому что я должна быть не накрашена. А у меня еще процедуры сейчас идут. Нано Азия делают целый курс. И мне лучше сейчас не мешать это со всякими такими процедурами. Поэтому это все у мамы на канале. Мы затестим. Йо-йо купила я за 55 рублей. Не помню, чтобы я когда-то покупала. Он еще светящийся. Мне интересно, малому понравится маме или как вообще. Как он тут? Ой. Прикол. Короче, здесь такая штучка. На пальчик. Ну. Ай, ее надо закрутить сначала. А где светящаяся-то вещь? А, он светится, да. Прикол. Да, я вижу, он светится. Он когда крутится, он начинает светиться. Ну, прикольный. Вот такой йо-йо. Я взяла как арбузик. В общем, его надо замотать. Потом он разматывается. И какое-то время крутится. Наверное, можно долго крутить, да? Кто знает, у кого есть йо-йо? Напишите. Можно долго крутить, да? Вот так, раз, два. Здесь он у меня как-то недолго крутится. И все, и размотался. Ну, короче, прикольная вещь. Моему малому он не поймет вот это вот крутить. Это чисто для меня. Но научите меня, пожалуйста, крутить его подольше. А то что-то совсем мало. Еще, смотрите, я взяла... Почем дома? Почем дома? А, печем. Почем дома? Печем дома. Блины мультизлаковые. Смесь для выпечки. Короче, здесь пшеница, гречка, рожь, овес, полба, ячмень, кукуруза. И это будет в отдельном видео. Я приглашу кого-нибудь к себе в гости. И мы будем вместе печь блины и попробуем их на вкус. Скоро моему малышу три года. Смотрите, какую я купила ему штучку. Короче, три свечки зажгу, он их будет задувать. И вот такая три будет штучка гореть. Давайте откроем, посмотрим. Гляньте, руководство по эксплуатации, да, что-то отдельно. Может, как-то сложно эксплуатировать? Эти, на самом деле, штучки только завезли. И они там... Все цифры есть. И что? Ага. Ну, нужно, да? Руководство нужно. Ох, ух ты, не нужно. Горит, смотрите. Ой, оно еще разными цветами горит. Посмотрите. Зеленый, синий. На тортике будет вот так, троечка. Класс вообще. Ну, и три, как раз здесь свечечки входят еще. Вообще здесь свечечка вот сюда ставится, наверх. Вот так. Но нам же одна свечечка не нужна. Хотя можно одну сюда и две по бокам. Будет три. Но лучше вокруг вот так вот три сделали. А сюда что-нибудь другое поставить. Прикольное. И как выключать теперь? Давайте инструкцию прочитаю. Включение-выключение держателя для свечи производится с помощью кнопки в основании держателя. Тут есть кнопка, оказывается. Точно, да. Вот она, кнопочка. Я ее сначала не заметила. Вот, вот это посередине, это кнопочка. Эх. Вы поняли, да? В общем, вот такая троечка красивенькая. Еще смотрите, что я взяла маме. Я когда увидела эту штуку, я подумала о маме сразу. Ну, конечно, у моей мамулечки портится зрение. Я решила взять вот такое увеличительное стекло с подсветкой. Потому что бывает что-то прочитать там где-то на кухне. Такое надо очки одевать или еще что-то. Тут лупа еще и с подсветкой. То есть в темноте можно смотреть. Были цвета разные. Я решила взять зеленую. Зеленый цвет для глаз хороший. Мама, смотри, какую штуку я тебе купила. Увеличивает мой глаз. Рот. Сейчас подсветим еще. Ага. Батарейки-то не хотите засунуть? Сколько батареек? Две вроде. Сейчас засунем. И включаем. Опа, смотрите. Глаз. Слушайте, ну прикольно. У меня само это зрение не очень-то хорошее, знаете. О, класс вообще. Мать, тебе понравится. Вообще так крупненько сразу все видно. Мелкие особенно какие-то. Классная штука. Короче, я считаю, что девочки, у кого у мамы, у дедушки, у бабушки, плохое зрение, кто вечно одевает очки или еще что-то, им лупы всегда нужны. Даже бывает, такой возраст подходит, что ты уже и в очках, и в лупе что-то читаешь. По мне так хорошая вещь, и с подсветкой вообще крупненькая, тяжеленькая такая, не потеряешь. Вот, короче, такая вещь классненькая. Увеличительное стекло такое стоит 99 рублей. Еще, смотрите, для малыша нашла офигенские вещи. Тут тоже новинки. Что мне понравилось больше всего, это, короче, рисуем пальчиками. Самое интересное, что это не просто раскраски, сюда еще входят и краски. Я сначала думаю, какие краски? Просто тоненькая какая-то штука. Смотрите. Та-дам! Вот это красочки. То есть это не то, что, знаете, останется, и что будет много краски, везде палец, как у меня малой палец там засунул, и все, короче. Все, это маленькое, немножко здесь, видимо, намочил, немножечко вот так намазал, но пальчики что-то осталось, и ты просто вот рисуешь, лепишь, допустим, красный, да, и тут ты красным-красным-красным. Они делают так в садике, на самом деле, всякими точечками рисуют, божьим коровочкам, что-то вот здесь раз-раз, что-то присобачили. Тут цветочки сделали желтые. Вообще классная вещь такая, да, там щечки. Щечку с другой стороны сделали, девочки. И вот красочки. Все, израсходовали, нарисовали, выкинули. И такие раскрасочки стоят по 77 рублей. Вторую я взяла, она чуть-чуть другая. Здесь вот такими цветочками все сделано. И тоже домик. Бетонная мешалка, мы ее раскрасим, да, там, зверюшки. Более для деток, маленьких, моторика, это очень важно. И у меня Данька очень любит влезть в краски, что-то поделать. И еще вот такие умные наклейки. Здесь 70 наклеек. Магические пары, нужно вот здесь что-то наклеить. Наклейки вот они. То есть здесь подушечка, йод. Что такое? Наклейки, наверное, можно выдрать вот так вот, да? Приклей подарок около каждого входа в лабиринт. Помоги хомячку и имениннику найти подарок. Мы открываем наклейки вот так вот и подарки клеим. Вот они подарки, вот они подарки. И мы клеим подарки к лабиринту. Ну, короче, я думаю, это прикольно. С детем всегда надо чем-то заниматься. Вот придет он сегодня у меня с садика, и я буду с ним чем-нибудь заниматься. Что-нибудь ему дам. Мне кажется, это крутые вещи. Там еще есть другие наклейки и другие раскраски. Разные, разные. Так, еще интересная вещь. Смотрите, какой-то шарик, который светится. Шары воздушные со светодиодами. Давайте откроем. 77 рублей батарейки LR41 в комплекте. LED-лампочки какие-то. Что-то интересное. Так, внутри нас ждет вот таких вот три шарика. Смотрите. Они вот с какими-то такими штуками. Я боюсь сейчас что-нибудь сделать не так, поэтому буду читать. Яркое освещение до 10 часов. Потянуть, удалить ярлычок. Наверное, вот этот ярлычок удалить. И надуть. Да? Давайте попробуем. Так, потянуть за эту штучку. Какая-то она здоровая там вся. Блин. Ну как? Во. Потянуть. О, там внутри что-то загорелось. Надуваем. И вот что у нас получилось. Короче, какая-то там лампочка маленькая. Она горит. Ой, глянь, она бегала. А теперь она только горит на одном месте. Ай, смотрите. Вот такая штучка. Она здесь как-то закреплена. Лампочка. И вот она горит вот здесь просто. Прикольно. Мне кажется, в темноте будет интересно. В общем, я их надую. Малыш придет. А они будут светиться. Как фонарики. Покажу вам в темноте потом. Смотрите, как красиво шарики в ванне. Теперь давайте еще к светяшкам. Смотрите, нашла, какие пакеты интересные. Эти пакеты отличный способ добавить света вашему празднику, свадьбе, дню рождения, вечеринке, юбилей. Декорация для вечеринки, светящиеся пакеты для интерьера. Две штуки. Здесь нужно свечку. Если я когда увидела, там написано свечку. Типа зажгите свечку и поставьте. Я только думаю, нафига свечку в пакеты. Оно же загорится. Опасно. Но прочитала, что эти пакеты не горят. Что это пакеты специальные. Максимум они как-то обуглятся или еще что-то. Какие-то они непонятно грязного цвета. Вот это светло. Они разных цветов. Смотрите. Один какой-то грязный как будто. Вообще он как будто выгоревший. Нормально это вообще. Он выгоревший. А оно видимо как-то лежало и выгорело. Да. Другой стороной. А вот это светлая более сторона. Короче вот так вот. Вот так если что, так будем ставить. Ну и давайте я сейчас попробую поджечь просто кончик. А потом поставлю туда свечки. Вообще я свечку хотела вот. У меня вот есть такие свечки. На самом деле маленькую туда свечку достаточно мне кажется поставить. Ну и вот допустим ставим. И оно как-то красиво там светится. Вот так вот. Тут не видно конечно, но в темноте будет видно. То есть это вообще безопасно полностью. Можно две даже такие свечки поставить. Я их заказывала на Алике. У меня их очень много. Очень крутые свечки для интерьера. Я могу на них оставить ссылку под видео. И они красивые так стоят. Это реально кажется настоящими. У них даже вот ну как будто ветер дует на огонь. Такое ощущение. Вот. Ну а если что касается настоящих свечек. То давайте наверное попробуем кусочек поджечь. И просто проверить что будет с этим делом. Ну вот оно короче поджигается, становится черным. Но оно не зажигается. То есть оно обугливается. Но огня нет. Видите? Обугливается, но огня нет. Вот. Ну нормально короче вы такие стоите. У вас там что-то изнутри уже поджигает, поджигает. И вот оно обугливается. Черное здесь сверху. Мне кажется, что это ну... Не, может оно красиво вот так такое черное будет. Но мне кажется для... Не знаю. Ну проверим короче. Проверим. Но лучше ставить такие свечечки. Лучше такие свечечки. Смотрите, как красиво оно работает. Вот от свечек. Это не настоящие свечки. Это те, которые я вам показала. Я сейчас нахожусь в ванне. И абсолютно нет никакого ветра. Вы видите? Как красиво оно светится, как будто ветерок есть. Это вот не настоящие вот эти вот мои свечки. Ссылку оставлю под видео. Так, что у нас еще здесь? Это вот я вам говорила, автомат-хватайка. Не знаю, что это за автомат-хватайка. Но мне на картинке понравилось. И смотрите, это как вот хватаем вот эти вот игрушки, знаете. Думаю, о, буду тренироваться. Стоит, естественно, 199 рублей. Смотрите, какая штука прикольная. Достаем наши шарики. Насыпаем сюда шарики, как я понимаю. Здесь легкое углубление. А это вообще не конфетки, нет? Нет. Какая грубая работа. Прикол вообще. Закрываем. Так, что у нас? Вот это у нас хваталка. Грубая вообще. Топорная. Это у нас право-лево, а это... А это хватает вот. Ну, давайте попробуем. Так, давайте розовенький вот этот раз. 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 Теперь отпускаем. И вот сюда бросаем. Еее! Ну, я попробую малому дать. Посмотрим, как он будет в это играть. Вообще классно конфетки сюда положить, такие круглые. И вот пусть конфетками достает. И всем детям развлечение. Ну, и последнее, что я взяла, смотрите, это пинята. 199 рублей. Давайте откроем. Здесь смысл в чем? Вот такая палочка тут есть. А тут у нас какая-то штука, в которую вообще... А, вот, нажми. Внимание, используй только под предсмотром взрослых. Нажми. Нажимаем сюда, забрасываем конфетки наши. Потом это все прячем. И вешаем. Вот так. И ребенок должен фигачить эту вещь. Вот так вот. Пока она не разорвется. Конфетки все не высыпятся. Ну, я думаю, что я не буду, наверное, сейчас это дело разбивать. Думаю, что я это точно порву. Мне интересно, малой порвет это или нет. Но если он не порвет, то Настя или Тимур на дни рождения его обязательно порвут. Так что я взяла такую штучку. Думаю, на дни рождения Деньки пригодится. Все, мои хорошие. Вот такие новиночки были у нас в фикс-прайсе. Я обязательно буду следить за новыми новинками. Обязательно буду снимать вам обзор. А если новинок будет очень много, то обязательно сниму вам отдельное видео «Бегу в фикс-прайс», где вы сможете прямо на полочках увидеть, что там продается новенького. И заодно смотреть, что лежит рядом. Все, мои хорошие. Я вас люблю. Целую. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии, что вам понравилось, что интересно. Обязательно советуйте что-то, что вы пробовали. Рекомендуйте. Обязательно тоже пишите. Я тоже попробую. Покажу это в своих видео. Ну, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok